Добрый день дорогие друзья! Я рад приветствовать вас снова на нашем канале. Мы продолжаем цикл уроков и сегодня мы разучим мансийский наигрыш называется танец веры как вы заметили что в руках у меня теперь санкултап раз санкултап это значит мансийский наигрыш этот танец исполнял калистрат петрович ланчиков березовский район деревня ламбовож мансийский наигрыш танец веры на мансийском он называется вероян и этот танец последняя исполняла именно танец не музыку а танец исполняла мария сергея намерова но наша задача разучить именно наигрыш и так танец веры музыка калистрат петрович ванчукова как вы заметили я этот наигрыш собирал два раза потому что все наигрыш очень короткие и не всегда сразу понятно что это за наигрыш как он вообще играется мы сейчас с вами разучим основу этого наигрыша но кому будет интересно есть ли вариации к этому наигрыш да они есть они все записаны на ноты и если кому будет интересно исполнять этот наигрыш с вариациями то с удовольствием можно будет либо в комментариях написать об этом либо напрямую связаться со мной и мы обсудим как можно будет до разучить этот наигрыш с вариациями там в принципе ничего особенного такого нету но есть некоторые нюансы в этом наигрыше четыре части плюс вступление к этому наигрыш и сейчас мы с вами разучим сначала вступление потом уже пойдем по порядку разучивать части здесь у нас уже используется в позициях три пальца раз мансийские мелодии значит позиции немножко другие они отличаются от хантыйских здесь у нас используется уже три пальца иногда может использоваться еще четвертый палец для пощипывания той или иной струны ну пойдем по порядку значит ставим пальцы средний палец мы ставим на вторую струну указательный на третью струну и большой палец ставим на пятую струну тем самым открытые у нас струны 4 и 1 струны значит удары производим именно по этим двум струнам значит начинается с четвертой струны и так четвертая первая четвертая первая и на первой струне еще три удара надо произвести сверху снизу и сверху как вы помните что удары есть сверху вниз и снизу вверх и вот значит стараться нужно сейчас исполнять в этом наигрыше двумя пальцами указательным и большим пальцем правой руки значит указательным мы бой производим указательным пальцем сверху а большим пальцем снизу стараться это делать уголком большого пальца и уголком указательного пальца чтобы не привести к тому что если мы ударим вот этим местом пальцем или вот этим местом то у нас может здесь появиться некая травма то есть это нежелательно все делается кончиками пальцев значит еще раз показываю вступление 4 что касается ударов сначала все идет сверху вниз вот небольшое такое вступление получилось еще раз сыграем вместе с вами в медленном темпе не торопяясь чтобы не допускать неких ошибок еще раз играем все вместе если у вас получилось то продолжаем дальше разучивать первая часть сразу оговорюсь что в этом предложении даже не 4 в этой мелодии не 4 части а две части но они будут значит таким образом сначала будет первая часть потом вторая потом снова вторая и первая то есть в обратной последовательности получится и так играю медленно первую часть значит что же здесь происходит с левой рукой изначально позиция та же самое что во вступлении делаем два удара по 4 а дальше происходит смена позиции то есть средний и большой палец опускаются на струну ниже открывая вторую и пятую струну указательный палец стоит на месте еще раз вот это движение можно потренировать отдельно чтобы ну так скажем вовремя переставить оба пальца потому что почему указательный стоит на месте потому что дальше пойдет по чипово не третьей струны и так еще раз начинаем с четвертой струны 4 открывая вторую пятую дальше идет вторая и щепот на третьей струне и вернуться в исходную позицию вот этот момент на четвертой струне в конце предложения нужно можно даже просчитать то есть размер три четверти и так еще раз то есть на и три будет удар два удара и так еще раз играем от начала до конца закрепляем и переходим к следующей части вторая часть начинается с пятой струны значит что нужно сделать изначально же у нас вот стоит позиция вторая третья и пятая до струны значит нужно будет большой палец опустить на четвертую струну удар происходит по пятой струне а дальше нужно указательный и средний палец перенести на струну ниже открыть третью струну но если вам не удобно вот это постоянное переставление пальцев то можно изначально сразу переставить всю позицию которая была изначально при окончании первой части когда мы играли по четвертой струне то всю позицию можно переставить на струну ниже ниже и получится у нас открыты уже пятая и третья струны значит стояла изначально у нас вот эта позиция вторая третья и пятая струны переставили и сразу играем пятая третья и указательный переставили на третью струну удар по второй и опять щепот на третьей струне и окончание будет точно такой же как в первой части еще раз от начала до конца без пауз сыграем вторую часть если у вас получилось то пробуем соединить первые две части и так без вступления пока сразу играем первую и вторую часть медленно медленно как только возможно насколько возможно так медленно и нужно сыграть чтобы было как одно целое произведение все позицию значит что происходит дальше дальше у нас после второй части снова повторяется вторая часть как бы начинается все в обратной последовательности первую вторую часть мы сыграли теперь играем третью часть или вторая же часть она называется если по порядку играть от начала до конца то получится первая вторая и вторая часть играем от начала до конца и заканчивается мелодия снова первой частью вот вся в принципе мелодия и так сейчас мы попробуем сыграть в медленном опять же темпе но уже со вступлением первая часть первая часть вторая снова вторая и вторая да и вторая и вторая и вторая и вторая и четвертая крыльки И снова первая. И закончить пренодию можно вступлением. Вот такой, в принципе, несложный наигрыш, но здесь нужно внимательно следить за ритмом, следить за перестановкой пальцев в левой руке, вовремя переставлять, ну и, конечно же, тренироваться, еще раз тренироваться. Отдельно можно тренировать левую руку, прям позиции те или иные переставлять. Отдельно можно ритм поиграть. Ну это кому, где будет, допустим, сложный момент какой-то, отдельно взять этот момент и отработать. Ну, а теперь попробуем в темпе, в оригинальном темпе, сыграть этот наигрыш. Музыка 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 Желаю вам достичь высоких результатов в вашем обучении, добиться профессионализма и мастерства в вашем исполнении того или иного наигрыша. Желаю вам успехов, до новых встреч! Музыка 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 Музыка